Доброе утро, и мы продолжаем. У нас снова гости. Это Анна Солнечная и Сергей Каштанов, волонтеры. Доброе утро, рада вас видеть в нашей студии. Вы представляете благотворительный фонд «Детские надежды». Расскажите, пожалуйста, кому помогаете. Добрый день. Два года мы уже занимаемся как волонтеры этим фондом. И это фонд помощи детям, больным детям, детям с инвалидностью, детям с тяжелыми заболеваниями, целевая помощь таким детям. У вас есть совместные проекты с ДРКБ, насколько нам известно. Да. Вы знаете, какая есть ситуация? У фондов всегда есть такая проблема. Нужно понять, насколько конкретно ребёнок нуждается в помощи, насколько тяжело заболевание, какая должна быть медицинская помощь. Всё проверяете, то есть? Конечно, конечно. И вот сотрудничество с такими уважаемыми организациями, как ДРКБ, конечно, помогает решить эту проблему. То есть мы точно знаем, что этому ребёнку нужна такая-то операция, и помощь наша будет целевая и точно попадёт туда, куда надо. То есть они вам предоставляют информацию о больных детях, а вы дальше уже как-то... Да, да, да. И фактически они говорят, какие случаи наиболее срочные, где помощь нужна очень срочно, где есть время на то, чтобы подготовиться, собрать деньги и так далее, а где нужно помочь прямо сейчас. Это очень важно для фонда, это вот каждодневная работа в этом состоит. А какая вот история больше всего запомнилась? По... Вы имеете в виду по больным детям? Да, да, да. Вы знаете, очень часто вот рутинная работа состоит в том, что мы просто облегчаем там жизнь тяжело больших больных детей, детей-инвалидов, да. Когда появляются случаи, когда можно оплатить какую-то операцию, и ребёнок реально станет здоровым, вот такие вот случаи, конечно, прям, ну, просто вот летаешь, прям крылья вырастает. Выздоравливает, мне кажется, это же... Да, 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 да. И вот как раз ДРКБ последний случай, когда ребёнку... Это кардиология, порог сердца, когда... Сделали операцию. ...девочку фактически спасли. У нас в Казани, да. У нас в Казани, да. И мы в этом, как бы, к этому тоже причастны, это прям, ну, это окрыляет. Скажите, пожалуйста, то есть могут обратиться к вам родители больных деток, да, или что, вот... Нам часто обращаются, да. Да. Ну, вот я вот и говорю о том, что главная проблема – это проверить, то есть провести юридическую, медицинскую экспертизу и так далее. Поэтому мы, конечно, предпочитаем работать с организациями инвалидов, с медицинскими учреждениями, чтобы информация уже к нам попадала проверенная, а мы только помогали финансовым. Да, то есть время не тратится на выяснение, уже всё известно. Да, да, да. И чтобы финансовая помощь именно уже... Целевая была, и точно туда, где она сейчас нужнее всего. На днях пройдёт мастер-класс, в котором примут участие ваши подопечные. Расскажите, пожалуйста, что будете делать, что покажете? Вот про это расскажу я. Я занимаюсь мозаикой, и Сергей Каштанов пришёл с такой идеей ко мне сделать благотворительный мастер-класс по мозаике и пригласить деток, пригласить родителей и поучаствовать в этом мероприятии, привезти своих деток, естественно, чтобы мы с ними совместно провели мастер-класс и сделали мозаику. Там возраст будет... Парнироваться. Да, 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 он достаточно маленький, и это будет очень интересно, необычно. Мы сделаем из подручных средств. Ну, сама акция, она для чего готовится? Чтобы побольше рассказать о нашем фонде и подвигнуть... Привлечь людей, да? Да, наших горожан, чтобы они помогали нам тоже собирать средства для деток, которых мы лечим. Не, ну, вы большое дело делаете, на самом деле, потому что многие, кажется, родители, да, просто надо в отчаянии бывают, да, и не знают, куда обращаться, а если есть такие фонды, которые могут помочь с тяжелобольным деткам, дорогого стоит. Да. Что ж, спасибо вам большое за ваше доброе дело, за ваши добрые сердца и за то, что пришли к нам на программу. Очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо большое. Вам огромное спасибо.